Из 150 учеников Сетовска школа часть на подвозе из трех населенных пунктов. С недавнего времени их путь на учебу инициативные учителя превращают в краеведческие экскурсии. Рассказывают интересные факты о деревнях, о любимой альмаматор. Детям любопытно узнать, что бабушки и дедушки некоторых из них в прошлом веке сажали этих войны. Упустница школы Любовь Новоселова, отработав 13 лет фармацевтом, по примеру мамы, вернулась сюда педагогом и продолжила традиции. Вместе с ребятами разрабатывали план школьного дендрария, а выиграв Гранд Сибура, закупили 42 вида растений. Это и дубы, и клены, и ольха, и орешники разнообразные, кустарники, цветы, розы. Дети очень сплотились, во всем помогают. Мы вместе с ними садили, ухаживали, будем вместе изучать, как раз таки проводить мониторинги различные, изучать видовой состав. Закладывая свой ботанический сад, неожиданно выяснили, что не все деревенские дети знают тонкости посадки деревьев. Пришлось соединять науку и практику. Сажая деревья, тем самым изучаем их строение, как их нужно садить. Мы учимся в чатном режиме, просто с Любой Дмитриевной это происходит интереснее. Юные сетовские экологи участвуют во Всероссийском экологическом диктанте, в областном экологическом форуме «Зеленая планета» и не только. Мы ездили в Верхние Римзианы, были там. На нескольких территориях проходил этот Бёрдинг Райли. И самой известной птицей, которую мы смогли запечатлеть, это был орлан-белохвост. Наша природа подталкивает меня изучать ее. У нас есть различные виды грибов, различные виды ягод. И каждую осень, весну мы как бы ходим, наблюдаем. Территория сетовской школы стала эффективным средством формирования экологической культуры. Первый раз мы поучаствовали в акции от Сибура, затем уже сами участвовали в акции «Кедры России». И было посажено более 500 видов вместе с детьми, вместе с родителями именно в поселке Сетово. То есть посадили уже не на пришкольной территории. Мы выиграли еще один грант на открытие именно школьного лесничества. Школьное лесничество, в котором в первую очередь первые, кто будет работать, это дети. То есть опять же мы их приближаем к природе. И они помогают природе. Весной осетовские ботаники продолжат опыты на своем пришкольном участке. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.